Друзья, привет! Вы на канале ABC Cooking и с вами я, Наталья Машика. Сегодня готовим очень вкусное, ароматное летнее блюдо, молодой картофель по-закарпатски. Приступаем! Картофель я предварительно почистила, помыла и перекладываю в сотейник, в котором буду варить картофель. Или можно переложить в кастрюлю. Если вы хотите, чтобы картофель равномерно приготовился, берите клубни приблизительно одинакового размера. Картофель заливаем холодной водой, чтобы она его покрыла примерно на 4-5 см. Посолим по вкусу и отправляем на огонь. Будем варить до мягкости картофеля. Пока варится картофель, укроп мелко нарежем. Картофель и укроп это два ингредиента, которые прекрасно сочетаются, поэтому укропа для этого блюда не жалейте. Картофель у нас уже закипел и следим, чтобы он не переварился. Время от времени проверяем вилочкой. Лук и чеснок мелко измельчим. Если стебли лука и чеснока у вас достаточно крупные и толстые, тогда их разрежьте пополам и затем и смельчите. Если нет молодого чеснока, то можно заменить на старый чеснок или чесночный порошок. Но если есть молодой чеснок, обязательно его используйте, потому что именно он делает это блюдо очень ароматным и очень вкусным. Этот картофель очень хорошо подойдет как к салатам, так и к мясу, а также к кабачковому супу, рецепт которого есть у меня на канале. Картофель проверяем на готовность с помощью вилки. Протыкаем вилкой. Как видите, вилка легко входит в картофель, значит он готов. Убираем картофель с огня и сливаем воду. Тем временем на сковороде нагреваем растительное и сливочное масло. Добавляем лук и чеснок. И спассируем лук с чесноком до прозрачности, примерно 2 минуты. Не забываем при этом помешивать. Не делайте сильный огонь, чтобы лук с чесноком не подгорели. Далее добавим паприку, примерно 1 чайную ложку. Все быстро перемешиваем в течение 10 секунд. А затем выливаем нашу зажарку на картофель. Если вы хотите, чтобы клубни картофеля остались цельными, тогда перемешивайте деревянной ложкой или лопаткой. Если хотите, чтобы картофель был слегка помятым, тогда закройте крышкой и слегка встряхните. Далее добавим укроп. Укроп добавляем по вкусу. Кому нравится больше, добавьте больше. Кому нравится меньше, добавьте меньше. И все еще раз аккуратно перемешиваем. Все, картофель по-закарпански готов. Можно подавать к столу. Приятного всем аппетита! Готовьте с удовольствием и только с хорошим настроением. И у вас обязательно все получится. Спасибо за ваши лайки, за комментарии, за то, что подписываетесь на канал. Если у вас есть интересное блюдо из картофеля, рецепты блюд пишите под видео. И я обязательно их приготовлю и покажу на канале. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok